МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Здравствуйте! Как и всегда в это время, новости на телеканале «Тверь сегодня». Меня зовут Анна Шевчук. Тверские полицейские накрыли подпольный цех по производству контрафактных рыбных консервов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе проводимого мероприятия полицейские установили, что рыба упаковывалась в банки с товарными знаками различных товаропроизводителей. Готовая продукция внешне ничем не отличалась от оригинала. Правоохранителями также было установлено, что срок годности рыбы давно истек. Однако это не мешало руководству цеха реализовывать продукцию через оптовые базы «Твери». Технология производства у злоумышленников была довольно простой. Они приобретали просроченную рыбную продукцию, затем в цехе мыли ее проточной водопроводной водой и, смешав со свежей рыбой, упаковывали полученный товар в пластиковые банки с рассолом. При этом на упаковке указывались новые сроки годности. Производство располагалось в антисанитарных условиях. Свежая рыба хранилась рядом с просроченной, а прилегающая к цеху территория была буквально завалена отходами. Работали на производстве выходцы из Республик Средней Азии, не имевшие регистрации на территории области. В итоге сотрудниками Тверской полиции обнаружено порядка 10 тонн рыбного сырья для производства контрафактных консервов. По предварительным подсчетам специалистов, стоимость продукции составляет около полутора миллионов рублей. Образцы изъятой рыбы направлены на исследование. По его результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Судьбу Тверского вагоностроительного завода, обеспечение предприятия заказами, а также продвижение проекта строительства в Твери Западного моста обсуждали сегодня глава региона и президент ОАО РЖД Владимир Якунин. Строительство в областной столице нового современного автодорожного моста – жизненная необходимость. По мнению специалистов, оптимальный вариант размещения моста рядом с железнодорожным. Именно такое распоряжение, уверены эксперты, позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в городе. Правительство области выступило с инициативой о комплексном подходе к строительству западного моста. Речь идет о поварийном горбатом мосте и железнодорожном путепроводе в районе Комсомольской площади. Владимир Якунин поддержал это предложение. Как Владимир Иванович подтвердил, что есть практика строительства, реализации таких проектов, когда рядом с железнодорожным мостом строится автомобильно-пешеходный мост. Мы должны в ближайшее время, дана неделя на проработку, выход на соглашение, где мы четко эти вопросы прописываем, наши взаимоотношения, и уже это старт реализации проекта. Тот, который и дешевле, и технологичнее, и решает комплексно многие наши проблемы. Не менее важный вопрос – обеспечение Тверского вагоностроительного завода заказами. В январе этого года из-за недостатка заказов предприятие простаивало, а с апреля по июль включительно на заводе введена четырехдневная рабочая неделя. Владимир Якунин подтвердил необходимость срочного решения проблемы обеспечения предприятия. Глава РЖД выразил готовность в ближайшее время проработать эту проблему с активом депутатов Государственной Думы. Положительно решены вопросы компенсации выпадающих доходов компаниям, осуществляющим малорентабельные пригородные железнодорожные перевозки. По словам Андрея Шевелева, на эти цели в областном бюджете заложено 15 миллионов рублей. Однако данных средств недостаточно. Учитывая важность сохранения пригородных перевозок, правительство Тверской области намерено во взаимодействии с Министерством финансов России решать вопрос о постепенном увеличении суммы, предусмотренной на компенсацию выпадающих доходов. Готов материал из Белого. Разгул стихии там ожидали, но пессимистичные прогнозы не оправдались. Массовой эвакуации нет, подтоплено 15 улиц и в опасной зоне сейчас находится до сотни человек. В городе развернута группировка регионального управления МЧС и, по словам спасателей, все находится под контролем. Слово Кириллу Амаеву. К большой весенней воде бельчане давно привыкли и относятся к ней не как к стихийному бедствию, а как к своеобразному подарку природы. Женевское озеро, не меньше. Красота. Река Обша тут выходит из берегов уже лет сто. Спасатели говорят, что нужно всего-то один раз прочистить русло. Однако река несет свои воды по Смоленска и Тверской областям. Решение вопроса таким образом за Москвой. Москва отсюда очень далеко, поэтому весна в белой приходит под звуки канонады. Считаю, что очень эффективная мера, поскольку даже с учетом взрывных работ льдины, которые выходили на пойму реки, пришлось направлять их в основное русло течения, дабы нанести вреда имуществу граждан. Надо сказать, лед добавил спасателям адреналина. Опасное место тут у моста, да? Да, вот здесь вот. Вот здесь льдиная сегодня чуть его не свернула. Мы ее успели развернуть и направить под пролет. А так бы мост снесло, да? Да, вот эту опору ближнюю, ее шевельнуло прям. В зону подтопления попало 15 улиц. Это 60 домов с приусадебными участками. И чуть меньше 100 жителей. В Тверской области город Белую спасателей вызывает наибольшее опасение. Здесь развернута самая большая группировка МЧС. Выставлены 7 постов, в арсенале 10 лодок, другие спасательные средства. Готовы власти и к эвакуации населения. Сегодня вот опять был подворовый обход, брали заявление, но все люди отказываются покидать свои жилища. А почему? Ну, обстановка, мараоперство, боятся этого. На самом же деле, это просто железная отговорка. Бельчане просто не видят в наводнении угрозы, да и готовятся к нему основательно. Нет, подвал уже в воде. В воде? В воде. Ну, заранее. Картошку выбрали заранее, потому что не первый год. Поэтому там воды сантиметров 40 уже, если больше. Ух ты, ух ты. Поэтому никакие банки не храним там ничего. Еще Александр Маслов в шутку говорит о том, что районная власть донюет и ночует в опасной зоне. На помощь людям в казне выделенные деньги – это и закупка плавсредств, и возможная компенсация пострадавшим. У нас было запланировано в бюджете 350 тысяч из этих средств. Может, потом пойдет меньше на какие-то другие цели. Прошлый год просто у нас на африканскую чуму свиней ушло много денег, тоже пост был. А нынче решили, может, пронесет эта африканка сюда деньги. Пока белый проносит только с наводнением. Но резиновую лодку Александр Маслов все равно держит в полной боевой готовности. Говорит, снегу в лесах еще много, да и дожди могут пойти. Поводок продолжается и в Твери. Пристань на речном вокзале полностью ушла под воду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отверская молодежь заступила на пост патриотической памяти. В нашем городе прошла патриотическая акция, приуроченная к одному из дней воинской славы – победе русских воинов в знаменитом ледовом побоище. Подробности у Елены Глушковой. На Русь! На Русь! На Русь! Начало апреля 1242 года вошло в летопись русской военной истории как день славной победы. Воинов Александра Невского над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. Именно к этой дате приурочено первое несение вахты памяти в дни воинской славы России. Для города Твери и для Тверской области, да и для России в целом сегодня знаковое событие. Впервые благодаря нашей общественной организации «Дружина» их инициатива, особенно приятно, когда инициативы рождаются у молодых и реализуются, благодаря нашей дружине будет каждый раз в дни воинской славы России у знаковых мест города стоять пост воинской памяти. Ведь действительно это очень значимо. Мы должны всеми силами привлекать внимание молодежи и сами вспоминать о том, что достигли наши предки, в какой стране мы живем и какой кровью это далось им. Они ушли и передали эту страну нашим дедам и отцам. К сожалению, рано или поздно уйдут и они. И эта земля, я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, эта земля рано или поздно придет в наши руки, в ваши руки. Ее надо передать нашим детям. К этой ответственности мы должны готовиться каждый день. На посту памятника Михаилу Ярославичу уже заступили бойцы, одетые в воинское облачение Тверского княжества XIII века. Кроме этого, реконструкторы продемонстрировали владение средневековым оружием. Поза исторической памяти – это проект, организация «Дружина», направленная на то, чтобы познакомить жителей города Твери с главной страницей истории Твери, истории нашей Родины, истории Древней Руси, с воинским духом. Наша организация уже в течение 15 лет занимается тем, что возрождает изгонные русские воинские традиции, знакомит молодых людей нашего города с тем, как жили, как сражались наши далекие предки. Пост исторической памяти молодые люди нашего города будут нести в другие памятные военные даты у стел, братских захоронений и мемориалов. С 2011 года в Твери реализуется новое направление подготовки управленческих кадров – повышение квалификации социальных работников и накануне закончили обучение представители сферы образования. 75 работников сферы образования из Тверской, Рязанской и Ярославской областей на протяжении двух с половиной недель проходили обучение в нашем городе. Кроме теоретических занятий, были предусмотрены практические уроки и выездные семинары. За две с половиной недели курсы у нас, лекции был прослушен и касался как финансовой и экономической деятельности учебного учреждения, так и психологических аспектов касались. И я думаю, что новое мы подчеркнули. Наша группа писала проект, который касается патриотического воспитания школьников. Этот проект, мы надеемся, что он будет нами хорошо представлен, и мы будем его, опять же, в своих регионах использовать. Итогом обучения стали проектные работы, которые участники готовили в группах. Темы самые разнообразные – от внедрения новых методов обучения до патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. Незнакомый, проходший, не твой взгляд, не подкупный, не знакомый. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Критерии общей подхода к качеству образования. Поэтому мы будем смотреть, как они видят не только сегодняшнее, но и как будущее. То есть критерии будущего, критерии, и вот это нахождение, критерии качества образования – это очень важно. Очень важна роль учителя в современной школе. И что сегодня очень важно, педагоги в сегодняшнем времени говорят, да, неплохие наработки есть педагогические у многих педагогов и передают друг другу. Но сегодня совсем другой ученик. Как реагировать психологически? Наши педагоги уже не могут без дополнительных образовательных по психологии образования не могут реагировать адекватно на поведение сегодняшней молодежи. Самые удачные работы будут впоследствии реализованы в трех регионах участниках. Все проекты, которые представляют наши выпускники, очень интересные. Они разработаны по актуальным вопросам, решают конкретные проблемы. И действительно, по окончании обучения данные проекты имеют жизнеспособность, потому что многие из них реализуются. Реализуются не только в нашей области, реализуются и в Рязанской, Ярославской области. Пример, допустим, здравоохранения очень показательный. Большинство проектов реализуются на практике. Что касается образования, из-за своей специфики, конечно, внутри школ, внутри системы образования они реализуются. Вслед за учителями в середине мая в наш город приедут представители другой важной социальной сферы – здравоохранения, которые также будут повышать свою квалификацию. Службы занятости Тверской области находят вакансии для 56% обратившихся. Такие цифры были озвучены сегодня на подведении итогов в областном управлении по труду и занятости. Как отмечают специалисты службы занятости, сейчас ситуацию на рынке труда региона можно охарактеризовать как стабильную. Количество безработных по сравнению с прошлым годом постепенно снижается. В январе-марте 2013 года признано безработными 4,1 тысячи человек. Это на 17,2% меньше, чем в первом квартале 2012 года. Уровень трудоустройства у нас очень высокий. В январе-марте этого года уровень трудоустройства составил 56,2%. В аналогичном периоде прошлого года был 45,2%. То есть возможности трудоустройства очень большие. Плюс мы используем, здесь, конечно, сказалось то, что мы используем те информационные возможности, которые у нас есть. Начиная от нашего сайта и качая мобильными киосками, которые установлены в каждом практическом центре занятости. Наметилось еще одно позитивное изменение. После Нового года впервые не наблюдался сезонный всплеск обращений безработных граждан. У нас характерная ситуация для рынка труда – это сезонный всплеск. Он приходится на первый квартал, иногда захватывает апрель месяц. Дальше начинается тенденция к снижению. В этом году эта ситуация не наблюдается, что не характерно для всех предыдущих лет. Мы как с вами вошли с уровнем безработицы равным единице в конце прошлого года, так он продолжает сохраняться. Среди тех, кто находит работу при помощи служб занятости, более 70% выбирают рабочие профессии. Число вакансий в этой области растет. Однако сотрудники сферы трудоустройства признают, пока не удается снизить среднюю продолжительность безработицы. В среднем человек может оставаться без работы до 5 месяцев, а трудоустройство инвалидов занимает около полугода. Театральная жизнь Твери не может развиваться без грамотных критиков. К такому выводу пришли участники «Круглого стола», который состоялся в редакции газеты «Смена плюс». Будущее Тверского театра в руках молодежи. Так звучала тема «Круглого стола». Однако в процессе обсуждения стало ясно – на самом деле будущее в руках критиков. Именно профессиональные театроведы должны вывести современный театр на новый уровень. Полностью активная жизнь, возможно, как мне представляете, вы уже говорили об этом, возможно только в культурном пространстве диалога. Для диалога, для такой очень продуктивной жизни, чуть не сказала полиса, города, необходимо, конечно, наряду с наивным, так называемым, простодушным зрителем, должен быть зритель профессиональный, который спровоцирует диалог и, может быть, сделает его острым. Иначе говоря, нужны театральные критики. Готовить критиков будут профессионально. В этом году в Тверском госуниверситете открывается набор на новую специальность – театроведение. Представители кафедры теории и литературы Филфака уверены, получить качественное театральное образование в Твери скоро будет вполне реально. Мы обладаем для этого преподавательским потенциалом. Нашими преподавателями будут сотрудники кафедры теории и литературы, чьи работы по теории драмы и театра имеют европейский резонанс. И здесь я с удовольствием оглядываюсь на Инну Ивановну, ищу к Фадееву. Мы приглашаем известных режиссеров, актеров и художественных руководителей театров Тверского региона. Мы преподаем нашим студентам широкий цикл гуманитарных предметов. Они изучают историю и теорию театра, кинематографа. Они должны овладеть навыками практической работы. Помимо критиков, для успешной деятельности театров необходимо немало факторов. И не последнюю роль здесь играет материально-техническая база. Об успехах в этом направлении на круглом столе отчитались представители профильного комитета областного правительства. За последние годы нам удалось поменять театры, поменять кресла в трех театрах, купить во все театры автобусы, что позволило нам активизировать гастрольную деятельность. Гастрольная деятельность – это еще одно главное направление концепции развития театрального искусства. Оно существует по двум направлениям. Одно из главных направлений – это гастроли от Верской области. В то же время у самих театральных деятелей те же самые гастроли зачастую оставляют неприятные впечатления. В основном из-за плачевного состояния районных театров и залов. Деградирует артист. Он устает. Он не может приезжать, когда там едет 3-4 часа, приезжает и видит ужаснейшие условия. У него уже все опускает. Он уже проговаривает просто текст. Отвезите меня домой, я уже больше ничего не хочу. О каком мы искусстве можем говорить? У нас все для галочки делается. Это вот мое личное ощущение. И все же общее настроение участников круглого стола было оптимистичным. Будущее у Тверского театра есть. А молодежь в нем всегда найдет себе место. Как на сцене, так и в зрительном зале. Студенческие весны политеха завершились. По традиции фестиваль технического университета закончился галоконцертом. Дворец культуры «Пролетарка» атаковали более тысячи зрителей. Лучшие номера в нашем следующем материале. Более тысячи студентов и преподавателей собрались в далеко не маленьком зале Дворца культуры «Пролетарка». Однако, несмотря на внушительные размеры концертного зала, в зале яблоку было негде упасть. Люди были готовы стоять, лишь бы увидеть действия на сцене. Большое количество людей на сцене, это большое количество зрителей в зале. Но и самое главное, в этом году в политехе сломались многие стереотипы. Ну, например, машиностроительный факультет, который обычно занимал не самые первые места, в этом году вошел в тройку лидеров, занял второе место. Очень активно работал пресс-центр. У нас выкладывались, опять же, впервые после каждого концерта практически сразу же полнометражные версии этих концертов. То есть вот этот общий фон студенческой весны, он в политехе был, был очень интересным, ярким и насыщенным. Гал-концерт Политеха – финальная точка студенческой весны. К отбору номеров предъявляются самые жесткие требования, а потому право выйти на сцену получили только лучшие из лучших. Мы очень готовились, мы очень старались, мы вложили очень много сил, очень много переживаний. Я надеюсь, что мы оправдали все ожидания, все надежды, и нам, ну, как бы самим очень понравилось то, что мы сделали. А как вообще удается совмещать учебную и внеучебную жизнь? Ну, так как спать, мне кажется, просто. Глядя на все происходящее на сцене, нетрудно догадаться, что выступают люди с техническим образованием. Такой пепелац они изготовили из обычного детского велосипеда. Весна становится более технологичной, то есть очень много техники привлекается. То есть, когда я начинал заниматься студенческими веснами, рисовали задники, не было никаких лазеров, никаких ПРК номеров, связанных с диодами, и что-то, ну, прям высокотехнологичное. Вот сейчас, к примеру, на этом концерте у нас используются сразу три проектора, то есть, которые будут проецировать изображение на часы отдельно. Раньше такого не было, и вот это радует. Днем термех и сопромат, ночью репетиции. По такому расписанию жили студенты последние месяцы. Игра стоила свеч. Номера получились не хуже, чем у группы «Винтаж». А глядя на исполнение всемирно известного хита «Скайфолл», локти начала бы кусать и сама Адель. Всего за все концерты студенческой весны Политеха на сцену вышло порядка 400 артистов. Для пятикурсников гала-концерт – своеобразное прощание со студенческой весной. Уходить на самом деле очень грустно. Помнится, когда школу еще заканчивал, думал, что школа, грустно было. Потом школу забыл спустя неделю. После выучения в университете теперь про пять лет пролетело. Грустнее не бывало еще пока. Мало лета приучая всех к любви к отчистке. И поэтому всему у каждого есть мысли. И сейчас он, где вы, где мысли. Думаю, что будет хорошо, мы с вами в этой жизни. Почему дровы учения проходят мимо? Почему молодежь не знает, где все гибно? Почему кругом не люди, а сплошное пыльно? Вы простите, дорогие, за державу обидно. Говоря эти слова, я вспоминаю детство. Все люди, не хочешь жить, как не умеют детство. К сожалению, заняты политеем веком. А то лишь я запомнил, оставайся человеком. А КВНщики Тверского политеха уже давно заслужили почет и уважение у зрителя. Юных и находчивых встречали на ура. Вот сколько тебе лет? Сколько? Сколько тебе раз повторять? Папа, смотри, флешку вставляешь, просто копируешь и все. Здравствуйте, будьте там на машинку хмиран-блэ. Куда-куда? Хмиран-блэ. Непонятно, повторите, пожалуйста. На машинку хмиран-блэ. Молодой человек, еще раз, пожалуйста. Господи, машину к славе пешком дай другу. Выступлением на галоконцерте политеховцы доказали, что без куска хлеба они точно не останутся. Если и не пойдут в инженеры, то будут покорять вершины шоу-бизнеса. Кукляндия в стекляндии. Выставка с таким экстравагантным названием открылась в центре детского и семейного чтения имени Пушкина. Удивительные куклы и работы из стекла представляет художница Елена Бурова. А Евгения Щетинина говорит об увиденном. Эти работы напоминают иллюстрации к сказочным повестям Льюиса Кэрролла. Необычную технику объемного витража художница Елена Бурова осваивала на дому и постепенно собрала целую экспозицию. В картинах, созданных из фрагментов стекол и зеркал, отражаются сюжеты из жизни волшебной страны, где таинственные рыбочесы плавают в морских глубинах, стрекозы витают в безоблачном небе, и каждый дом имеет свою историю. Творчество Елены Буровой, наверное, не похоже на творчество ни одного из художников, работающих по стеклу. Стекло сам по себе очень интересный материал, солнечный, эмоциональный. А когда оно попадает в руки такого мастера, как Елена, тогда раскрывается в полном объеме. Стекла, попадая в руки мастера, обретают все новые формы. Впервые художница выставила серию декоративных кукол. Это не безжизненные какие-то куклы, к которым мы привыкли. У каждой из них своя душа, свой характер, своя история. И поэтому, наверное, автора в полной мере можно назвать самой настоящей феей-кукольницей. А во Дворце творчества детей и молодежи прошел КВН среди юных инспекторов дорожного движения. Как и полагается, юные дяди Степы шутили о правилах дорожного движения и ситуациях на дороге. Добрый день, дорогие друзья! Вы нас не ждали? Девочка перебегала дорогу в неположенном месте, бежила в музыкальную школу, боялась опоздать на урок. Хорошо, что водитель успел вовремя стормозить, иначе бы она опоздала на всю жизнь. Не ждите поблажа, коль провинились. Следите за речью, граждане! Нас много в отряде, и мы вам напомним, закон на дорогах один! И в завершение выпуска видео от нашего телезрителя. В его объектив попал полет тройки самолетов Ил-76. Красиво летят! На этом у нас все. Завтра уже пятница. До встречи! Наш информационный партнер – газета «Местное время». Торжок «Универсалбанк». Кредиты бизнесу на выгодных условиях. Торжок «Универсалбанк»